Алло. Алло, Артем, привет. Привет, слушай, прям, я сейчас как маленький ребенок порадовал, откликнулся, в общем, очень рад, знакомство. Взаимно, Артем. Слушай, очень интересна твоя теория, ну, благодарность я уже выразил, действительно, вот как-то я, может быть, до конца и не принял, как-то душой, не душой, душой принял, а вот сознанием. Ну, можно я тебе приведу пример маленький, как-то своему другу, которого 20 лет знаю, недавно озвучил то, что я людям сообщаю, как я говорю, истинные знания, причем я абсолютно уверен, что наша планета в миллиарды раз больше. Так я визуально увидел тот же эффект, то есть, когда я произнес эту фразу, наша Земля в миллиарды раз больше состоит из сот, его как током долбануло, то есть, душа, тело приняло знакомые нотки, а голова начала мотать, этого не может быть. То есть, произошел когнитивный диссонанс. Вот тоже самое у меня, и как бы я чувствую, что действительно у души так и есть, и реально хочется в это верить, потому что верить в то, что мы действительно здесь, на планете Земля, никуда мы отсюда не денемся, не очень-то и хочется верить, что выхода никакого нет. Ну, наши захватчики все сделали для того, чтобы мы так думали, что мы одиноки во Вселенной, и нами можно управлять, как захотят. Я вообще на 100% согласен, что захватили нас и терроризируют по полной программе. Слушай, у меня есть тут несколько вопросов. Я как-то смотрел твое видео, и в нем, по-моему, ты говорил, что бывало на Луне. Один раз всего лишь. Да-да-да, вот мне это интересная тема. Ну, я бы сказал бы, что Луна, в данном случае, это как железнодорожный вокзал, то есть, его курируют светлые иерархи наши, наши предки на данный момент. Хотя иногда бывало. Не-не-не-не-не, известно много случаев, когда захватывали Луну темной и брали под управление ее и руководили. Поэтому она сейчас служит, знаешь, это своего рода, вот представь, едет машина из одного города в другой, а по дороге стоит заправка. И она заправилась там, и человек в отеле отдохнул. Так вот, иногда, когда из разных сот люди мигрируют, они, у них там специально отведены бункера, то есть, они могут перевести дыхание, там заправиться, грубо говоря, и лететь дальше. То есть, им как бы дается добро, это, ну, определенным расам, которые ближе к нам гуманоидного типа, не только внешне, но еще и внутренне. Не обязательно внешне, на человека сильно похоже, но чтобы внутренне, вот, они дают в момент передохнуть. А чтобы в полной мере понять, я не знаю, смотрел-то, вот, польский фильм, братья Стругацкие, книгу написали, трудно быть богом. Там же ж подробно рассказано и показано, как лунонавты. Я бы не придавал значения этому фильму, пока мне не стали задавать вопросы с Луной, я потом думаю, а почему бы людям не подсказать, что уже до этого все было описано. Еще задолго, да, меня, скажем так. Не сталкивался? Да, у меня много. Просто важное сообщение. Я понял, подбить. Все, вроде, фильм «Планета» это что-то современного, что-то, чешу. А, нет, фильм «Четвертый вид» называет. Не, 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 не видел. Не смотрел. И не слышал, и не смотрел. Наверное, новый США какой-то, наверное, новый снял, да? Он не новый, он, по-моему, 2009 года, снят на реальных событиях, снимается там Мила Ёлович. Ну, для меня это новый, у меня, что после 2000 года, я в разряд новых фильмов. Там, в общем, о контакте с инопланетянами, реальный, что они там были, но им мозги полностью промыли, ставили сюда и вернули обратно. Ой, в основном бывает по-разному. Ну, вот, для примера с лунами, еще даже сейчас можно почитать, что было три космических корабля, это остался месяц, а еще над нами висели Фата и Леля. И когда темные захватили Лелю, наши предки дистанционно ее с земли взорвали и аккуратненько приводнили. А те уже Фату в отместку взорвали с нашими, так сказать, светлыми иерархами, вот. И сейчас осталась одна луна под управлением светлых. Почему? Потому что я, судя, как бы, смотря даже со стороны, понятно, что они могли мне внушить гипноз, ну, темные, допустим, могли бы внушить гипнозом, что они светлые. Но знания, которые я выдаю и собираюсь дальше выдавать, их же в основном нельзя нигде накопать. То есть я, если ты изучаешь мои ролики, хотя бы поверхностно или глубоко желательно, я же начинаю раскрывать во все-все-все тайны, которые до меня не раскрывались вообще. Я прикасаюсь это к разного рода загадкам. Да, многие критикуют, конечно, но я считаю, что ты не должен обращать внимание вообще на критику глупых людей, которых реально ум настолько скован, настолько сжат, что они просто даже не могут себе представить этого. То есть это действительно зомби уже, тролли, на которых даже не надо обращать внимание и тратить свои нервы, как будто просто их нету, на самом деле. Как вот у тебя получилось побывать или, ну, в Сочи, как на Луне? Хуй, лучше во время беседы все, ну, просто люди иногда есть пишут, что, как бы, и неудобно не ответить. Так, сейчас, что на Луне? Вот это мне, я не буду читать чать весь на тебя внимание. Ну, на Луне, на Луне ты как побывал? А, ну, во-первых, это происходило, как я понял, по земным меркам очень быстро, в течение пяти минут, но там, там уже сущность, которой выдали специальный скафандр, как его назвать-то, больше кибернетический, то есть, чтобы не сойти с ума, когда просто не чувствуешь ни вкуса, ни цвета, ни запаха, видно, с непривычки сущность начинает в такой сущности, в такой ситуации, наверное, просто спячивать. Поэтому был выдан скафандр, с помощью которого я разгуливал, как мне показалось, больше часа, по нескольким, там, назовем их условно, лабораториям. Мне, кстати, даже один ролик удивил, я его недавно пересмотрел, я посмотрел, думал, парень просмотрел мой этот ролик, где я был, ну, про Луну рассказываю. Какое было мое удивление, что он его записал на три месяца раньше, то есть, и то, что он озвучил, у него можно найти, этого парня, он там вечно интересные вещи всякие рассказывает. Единственное, с чем была схожесть, мне понравилось, что я, что он рассказывают, что когда ты идешь по коридорам этим, там включаются такие, типа, обои в виде леса, к примеру, и ты идешь не по белым каким-то коридорам, а ты как в лесу находишься, и запахи эти, вкусы, хвои чувствуешь. И меня поразило, насколько он детально это все рассказывал, просто неподготовленный человек может там хлопнуть в ладоши и сказать, ага, так вот откуда ты свои знания про Луну узнал, посмотрел парня этого ролик. Но дело в том, что чем у меня отличается, я более подробнее рассказываю про Луну, вот. Значит, час был, где-то как мне показалось, хотя, может, я там был секунды, как в одной лаборатории, там заносилась меня быстрая информация. Кстати, первый ролик, вернее, не ролик, а когда это произошло, скажем так, путешествие, я как-то общался в скайпе со своим товарищем, он с Уфы, мы в игре с ним познакомились, надеюсь, он скоро с армии придет и не узнает, что его товарищ Вячеслав Котлеров уже достиг интересных результатов. И я ему, чтобы у него паники не было, я это просто выдал за сон. Ну, чтобы не это не говорить, просто мало ли как человек это, ну, скажет человек... Да, и шокирование. Да, вот. А так как меня уже давно прослушают, ну, меня еще часто вообще конкретно меня прослушают, это и скайп, если, чтобы ты, ну, как бы, понимал. Ну, уже 5 месяцев и телефоны мобильные, а тогда... Да, понятно, они все в курсе, на самом деле. Да, они в курсе, просто я сейчас, как бы, к чему это говорю, что эти записи у них сохранились, где я рассказываю более детальные подробности, которые я даже в ролик не пустил. А звучит они так, что я попал в определенную комнату, на своеобразное подвешенное кресло. По миллиметру этой комнаты были такие узкие, назовем условно, мониторы. Но я бы их назвал бы, они толщиной зеркала были. И там проходили, вокруг меня шли слайдами большое количество информации. А в это время сверху вниз, там несколько обручей разного света, это вниз-вверх проходили, в общем, и я, как для себя понял, просто в меня накачивали информацию разного плана. Вот, и вот это у них, я уверен, сохранено. Вот, и в других записях, потому что я, как бы, это упоминал. Ну, в ролик я пока такое не пустил. Может, час я бы тоже по инерции пишу. И, ну, надеюсь, ты знаешь, у меня с Серегой Тарасовым недавно недоразумение вышло, он все время положительно относился к тому, что я пишу, я всех всегда пишу, единственное, всегда у собеседника спрашиваю. Я могу оставить только свой голос, и зрители не будут знать, с кем я общаюсь, или вдвоем. Ну, еще есть третий сейчас вариант, я уже написал куча всего, но в итоге я пишу, но ничего не выкладываю, потому что времени не хватает. Вот, поэтому такой вариант. Вот эти вот, ну, как несущности, наверное, я даже не знаю, как их назвать. Как они выглядели, которые пригласили тебя, как бы, устроили экскурсию? А, тех, которые видел, они были все в таких же скафандрах. Они все скафандры были на манер звездных мойн. Единственное, что я заметил, особенность, я никогда не видел верхней части это. Как шлем выглядел, я не помню. Я вот когда даже за столом сидел, я это назвал чаепитие. Свет был так расположен, что я только их начинал видеть, начиная с грудной клетки, и которая обрывалась на столе, который дальше уже не видел это, и там руки лежали. И причем мы не разговаривали вообще, то есть посидели, помолчали. Я попил какой-то жидкости, которая, так понял, она вообще просто вода, но она была, ну, имитация, короче, там имитация запаха, имитация вкуса, а может даже имитация самой воды, но я как бы, типа, как чай пил. Вот, то есть они были вот в таких, это, по аналогу звездных войн. Ну, верхняя часть головы, я не помню, как именно голова выглядела. А по твоим ощущениям, как это было, как в астрале, или как вот в физическом теле? Просто, особенно, когда выходишь в глубокую фазу, как-то, металлорабельно. Ощущений, ощущений не осталось, осталось, я как говорю, спасибо им, хоть оставили воспоминания. То есть ощущений вообще никаких не осталось, вообще никаких. Именно, только, только вот хорошо, что осталось это в памяти, те или иные события, которые, как бы, это быстренько оставали, чем записал, озвучил. Я 25 января, по-моему, записал первый ролик. Луна, межгалактический корабль, экскурс, внедра Луны. Вот, потом он переписал немножко. Вот, поэтому я, на самом деле, всем стараюсь говорить, что темы с Луной интересные, но почему-то у меня внутреннее идет отторжение про них говорить. Я не испытываю никакого желания, так сказать, муссировать для себя эту тему. Я не вижу в ней лично для себя. Повторно переживать, это, знаешь, как это, ну, вроде ничего страшного не произошло, но все время окунаться, и в это, честно говоря, нету... Слава, а как у тебя вышло так, как ты вышел, понимая, с покушением? Ну, покушение я уже озвучил, или ты не сталкивался? Я видел пару роликов, но не помню, как бы, что... Ну, смотри, и сейчас до сих пор на балконе лежит пакет, так меня и пообещали его на экспертизу отнести, но я просто понял, что, во-первых, он без адреса, да я показал людям, специалистам, которые, там, человек занимается всю жизнь этими грузоперевозками, и он говорит, это фикция, потому что там нету, непонятно, кто отправитель, но на ощупь, как порошок я почувствовал в этом пакете с алофаном. Причем до этого приходило два пакета обыкновенных, но я им не придавал значения. В обеих случаях они такие были, типа, там, знаешь, детки на нем нарисованы, но я, там, папа пришел, говорю, смотри, перепутали адрес, отнеси на почту. И когда он второй пакет уже понес, ему почтальон, женщина, по-моему, говорит, а, хорошо, что принесли, а вот вам еще, короче, это прислали пакет. И папа такой довольный прибежал, смотри, говорит, за границей, там, иероглиф из Китая, скорее всего, из Китая, ну, когда мы видим иероглиф, и сразу автоматически Китай. И я его взял в руки и сразу понес на балкон, закрыл, говорю, да, спасибо. То есть я, как бы, начал понимать, что если его сейчас распечатать, то... Хотя есть предположение, что мы, как я товарищам говорил, что, может, 3-4 раза пришлют песок, вот я распечатал, там будет какой-нибудь, да, краситель, да, а на 5-й раз обязательно будет это, какой-нибудь. То есть я это расценил именно так. Причем это, я потом только понял, что это 3-й уже был случай. Это было 3-е, на самом деле. Ясно. Ну, да, в принципе, как бы, все может быть в нашем мире, потому что... Еще хотел спросить у тебя, так быстро хотел спросить у него, вот эти знания, ну, это не тот вопрос, тот забыл, сейчас, надеюсь, помню. Вот эти знания, вот, которые тебе приходят, вот ты рассказываешь в своих роликах, ну, и там, в одном ролике говорил, что ты на рубняках был, да, где там шарф? Да, я горняк, если правильно говорить, работал в проходке под землей, с полным рабочим днем под землей, вот, это... Добывали золото. Вот тогда эти знания просто вот начали, ты как вышел на информационный поток, да? Да, да. И эти знания начали тебе приходить. Да, я их... А что написано, вот, что ты писал, вот, как бы, вкрасно, ты писал, что есть другие соты, и там живут другие сущности, или другие люди, или просто, ну, что ты писал? Ну, вначале я начинал с простого, сейчас я принесу 2 секунды одну и трали. Меня, видно, подготавливали, чтобы не сразу было это. Ну, знаешь, для, как я шучу, для 20-летнего юноши, не начитанного и не прочитавший никакой книжки, живя в тайге, и просто быстро взять ручку и начать писать, значит, ну, как я уже много раз озвучивал, этой книгой отвечаю на все вопросы, которые появятся, вопросы, которые интересны, интересовали, интересуют человечественно с самого начала его появления. Сегодня 25-е, ой, 21-е, 7-е, 95-й год. Я все понял. И тут перечисляю, так как вопросов много, там, я перечисляю, откуда, для чего появился человек, существует ли Бог, существует ли дьявол, существует ли рай, существует ли ад, существует ли загробная жизнь, существует ли инопланетяне, почему человек рождается, почему умирает, почему идет на самоубийство, существует ли душа, что такое сон, как рождаются гении, что такое любовь, как рождаются предсказатели, как и откуда, зачем появился человек. То есть я начинаю отвечать вначале на простые, а уже в процессе простых, уже дальше в рукописях это, расписываю уже, скажем так, многомирность, гигантскость нашей планеты, что мы всего лишь маленькие это, и маленький пятачок. Причем можно сейчас найти труды, в те годы был Вячеслав Крашенильников, мальчик 10 лет умер, хотя может он не умер, может его убили. Он приблизительно в эти годы рассказывал практически то же самое, что и я. Сохранились некоторые видео на ютубе, не сталкивался ты, нет? Нет, не сталкивался. Сейчас, а может... Я слышал одно твое видео, там вроде ты разговариваешь с каким-то мальчиком. Ну, надо конкретно мне говорить видео, так вот в каком-то видео, я больше 100 роликов сделал за 5 месяцев. Да, ну вот именно, у тебя их так много, что как бы, ну, тоже все запомнят нереально. Ну, я и все не видел, я вот тут как бы, просто много смотрел, я еще не знаю, ну, больше 20 миллионов роликов. Ну, желательно всегда начинать с самого первого, благодаря которому я вот это вошел в медийное пространство. Луна дала ответ первая часть, вот, где я уже как бы... Благодаря чему, скажем так, ну, не знаю, сталкивался ты с этим роликом или нет. В общем, я удивляюсь, вот, многие людям я даю этот ролик, а меня знают и без этого ролика, хотя он как бы, это, послужил основоположником. Значит, я скину на будущее все-таки про этого Славика тебе этот ролик. Я его сам немножко перемонтировал. Здесь говорит совсем другой человек об этом человеке. Но не важно, кто говорит, важно, что он говорит. И тоже, кстати, поразошла вот эта ситуация, когда я записал свой ролик и выложил его, а потом нахожу вот этот ролик, который ты сейчас увидишь. И я такой хмыкаю сам себе под нос. Ну вот, парень насмотрелся, говорит, Вячеслав, и меня же озвучивает. И да какое было мое удивление, что он свой ролик выложил три дня раньше, чем я свой выкладывал. И опять же, злопыхатели кто-то скажет, ну вот, как я посмотрел этот ролик и начал озвучивать. Нет, там, если его внимательно изучить, я более развернуто показываю мир, чем... Ребенку было тяжело, просто вот мне сколько лет ушло, 20 лет, чтобы, скажем так, примитивно выучить современный язык и этим современным языком донести те знания, которые были получены. Потому что некоторые знания были законсервированы не в бумагах, а в памяти, чтобы, как говорится, врагам не достались. И я с ними носился. То есть я их пытался записать, но оно не писалось. И все-таки, когда я записывал их, даже вот небесная канцелярия понимала, что эти рукописи очень ценные. И у меня жена, Ирина, первая, была официально женились мне 19 и 16. Мы, когда покидали Дальний Восток, нашу квартиру полностью вынесли. Но часть рукописи у меня уцелела, а часть, к сожалению, погибла. Но, может, не к сожалению, а к радости, может, это... Просто я помнил, что в них описано, и поэтому спокойно. Небесная канцелярия не дала их вывезти из тайги, и чтобы они были... Ну, в любом случае, ничего там сверх... Вернее, в любом случае, что в них было озвучено, я уже озвучил. Написано, я уже озвучил. В роликах они все живут. А почему разошелся с женой с первой? Ой, ну... Ну, во-первых, мы с ней познакомились, когда мне было сколько? Лет 16 и 13. Год встречались, потом она переехала ко мне. Два года жили гражданским браком, потом узаконили отношениям, и еще, по-моему, три года пожили. В общей сложности 6 лет. Ой, ну, я, в принципе, молодой был, был глупый, как и все, и я с тайги уже возвращался. Не с одной женой, а с двумя. Оттуда забрал девочку в тайге, Оксану, вот. Мы втроем какое-то время там жили, тут. А потом просто, получается, я даже не только с Ириной, я, чтобы никому не было обидно, я решил с двумя расстаться, чтобы никому больно не было. Ну, как я понимал. Что, как говорится, да не доставайся ты никому. Потом был еще один гражданский брак, и еще, вот. И в 33 года, с 33 лет веду аскетический образ жизни, плане семейного плана, а не общепринято. Чайпитие, конечно, присутствует, но вот, общаюсь, скажем так, с подружками, старыми и с новыми, вот. А именно семья, как бы, как в одной древней книге написано, брак убивает творчество. Ну, если союз, конечно, наоборот помогает, человек-мужчина развивается, а если это брак, то он не может ничего создавать. И так и получилось. Если бы я 7 лет, я 7 лет слушал лекции по 16, по 14 часов каждый день, и вот просто 5 месяцев назад прекратил. Сейчас я, получается, как в том старом советском анекдоте, Чукча не читатель, Чукча писатель. Вячеслав не читатель уже, Вячеслав писатель. А что за лекции? Лекции? Значит, сейчас я тебе напишу, сброшу фамилии этих выдающихся людей, благодаря которым я... Ну, может, ты озвучишь каких-то, может, я кого-то знаю. Да, практически всех. Знаешь, но я все равно скину, так как у меня заготовочка есть. Так, значит, смотри, Сундаков, Сидоров, Данилов, Рыбников, Кунгуров, Чудинов, Трехлебов, Сааль, Хиневич, Шемчук, Вишин, Ключник, Говоров, Ивашко, Миронова, Макарова, Шумов, Савельев, Тугутов, Тарасов, Михаил Задорнов. Ну, это я... Это уже Тарасова, Михаил Задорнов, это я приписал. Я их-то и не слушал на том, в общепринятом плане. Это я... Когда мне спрашивают, кого ты можешь порекомендовать, поэтому я их приписал. Ну, естественно, Жарикова, Левашова, Петрова, Шаршина. Ну, далеко не полный список, но основных людей я занес. Да, я многих здесь знакомый. Многих видео видел, лекции смотрел. Слушай, а детки, как у тебя с детками? Ну, как я по этому поводу говорю, ну, женщины сразу понимают, что я имею в виду. Биологических нету, но родных трое. А я не понимаю, я не понимаю. А, это только женщины понимают. Ну, то есть, я сходился последние годы с барышней, которой от первого брака ребенок. То есть, для меня он становился родным. То есть, я к нему привязывался. Всегда были девочки исключительно. Вот так вот получилось. И ребенок ко мне. Вот, допустим, последнюю Элечку я там с грудничка это чуть ли не воспитывал. Вот. Поэтому она только меня, как папа знает. она для меня родная, но не биологическая. Родная плодушина. Нет желания у тебя встретить ту единственную и как бы обзавестись семьей или у тебя более такой боевольности. Ну, я как вот девушка у меня недавно, неделю назад, две недели жила. И две недели пожила, и Ирина говорит, это, ну, как, она по-другому сказала, ну, смысл такой, теперь ты мой. Да? А? Да, да, да. Ира зовут. Да, да, Ира. А я говорю, Ирина, говорю, Вячеслав Котляров достояние планеты. Я не могу принадлежать. Ну, я как бы дурачился, но я не могу принадлежать одной. Говорю, максимум, когда я буду создавать гарем, а он у меня будет, я могу тебя назначить старшей женой, потому что даже в наших древних славянских писаниях описано, в лихую годину, в лихой час, мы имеем право на много жен, чтобы... Да, на много женство, да. Там еще написано, что на много женство имеет право дважды рожден. Ну, замечательный пример, надо отложить его в память, и он у меня как-то... Это... А ты не стал эфир смотреть, это, что я тебе скидал? Или я не скидал? Я был, был, я сразу зашел. А, спасибо, спасибо, да. Да, я там аплодисменты тебе делаю, вообще интереснее, я же тебя поблагодарил. Мне интересно было, действительно, вот как бы... Вообще, это новая тема, вот именно, я о Мандолене, вот там, эффекте, я вообще ничего не слышал. Нет, я, конечно, знал, и знаю, что есть машина времени, она была, она будет, и в скором будущем, мы будем путешествовать. Конечно. Это уже зависит от нас самих людей. А ты не думаешь, что вот, ну смотри, если брать вот Махабхара, может, ты смотрел или читал немножко, ну слышал, да, это событие, ну, ну, они мне помогают, эти все труды, они мне помогают, когда они со мной пытаются спорить, я говорю, Махабхара, Рамаяма, и так далее. Вот там, ну, как бы, Васудева, да, Кришна, как бы, он, ну, восстанавливает справедливость, да, вот, приходит и восстанавливает, как бы, дхарму, да, и сейчас, ну, то же самое происходит, как бы, что будет восстановление, вот именно, дхарма, да, вот, например, последний великий человек, ну, как бы, пророк, бог во плоти человека, ну, хотя мы все боги, ты тоже это знаешь, именно, Саи Бабан, да, слышал? Да, ну, я к нему скептически отношусь. Ну, да, можно, как бы, скептически относиться, что, ну, например, если смотреть лекции его, и, за ту жизнь, которую он, прожил, короткую, там, 94 года, он создал империю, как бы, ну, там, миллионы денег, он вбухивал, именно просто, в воду. Я знаю, воду людям помогал, строил каналы, азда, это... Да, да, то есть, не то, что он там какие-то, делал какие-то там... Ну, я же, я знаю со своей позиции, это, извини, что перебиваю, значит, ему помогали темные, для какой цели? Самый лучший способ белых уничтожить, это растворить в других народах, поэтому китайцам, называемых условно, желтые народы, неграм, и индусам, дают возможность плодиться и размножаться, для этого создают темные все условия, чтобы мы, потомки великой расты, просто растворились в этих народах, поэтому заслуга не Сайбабы, причем при жизни Левашов очень негативно отзывался о нем, я не знаю, насколько достоверна эта информация, я просто прочитирую уважаемого Николая Левашова, он говорил следующее, да, Сайбаба определенно обладал какими-то серьезными экстрасенсорными способностями, мистическими, но самое грустное было в том, что он их получал, пробуя каждый день молодых мальчиков, набираясь в физическом плане, вот есть такая запись у Левашова, где он про это говорит, не знаю, насколько это достоверно, но то, что темные ему помогали, я в этом абсолютно уверен. Ясно, но в любом случае, я сильно некомпетентен в этом вопросе, но так вот, я буквально пару лекций слышал, именно, Сайбабы, то вот эти вещи, о которых он рассказывает, они на самом деле, ты знаешь, душой чувствуются, вот как и твоя, например, сокровая земля, и там тоже чувствуется, что действительно, вот так и есть, потому что он на самом деле говорит о том, о чем не говорит Трехлева, что мы все боги, он говорит, что я это Атма, либо Живатма, но также он очень много уделяет времени любви, он говорит, перестаньте как бы делать боль, причинять страдания, как бы любите, любовь всему как бы голова, если человек, каждый начнет заботиться о друг другу, так как мы единый организм, но о друг друге, то все будет замечательно, вот в принципе, вот именно об этом, вот ему говорят, на самом деле, я тоже раньше, ну, плохо относился к Саибабе, да, но посмотрев, например, лекции, вот, ФСБшник, что ли, скажи, я скажу. Ну, я, да, я понял, я не стал его смотреть, я понял, по-моему, о ком ты говоришь. Да, он, значит, сейчас скажи, концепция общественная безопасность. А, это имеешь ввиду Петров, генерал Петров? Нет, нет, это генерала Петрова, да, да, он там, возле доски, по-моему, лекции читает, но я не стал его смотреть. Ну, как бы, на самом деле, сейчас правду, ну, очень трудно найти. Знаешь, если говорить, вот мне, ну, я там и с бесами общался, и с демонами, серьезно, не знаешь, как мне демоны, демоны мне говорили, мне демоны говорили, что правда, это то, во что ты веришь. Угу, угу. Ну, это правда, смотри, есть правда, есть ложь, а есть истина. То есть, есть истинное положение вещей, действительно, а есть реальность. Реальность и действительность, это две разные вещи. То есть, реальность, это повтор. сказать ему что такое есть я живу в реальности которой я могу например физическим телом взлететь либо выйти просто из тела астрального то для меня это правда это же правда а если человеку расскажу скажет нет для меня это неправда для него это не будет права не видел не щупал это не умеет делать не видел как выйти из тела но там увидишь я применяю тактику последнее время до его чего в основном стараюсь пробуждать пробуждаемых а те кто не примет ну и и не надо потому что вы как в эфире было правильно сказано сериям тарасовым я его поддерживаю что своими словами скажу есть люди есть мобы или боты поэтому ты боту он похож на человека он он и сам думает что он человек но человеку не имеет никакого отношения но максимум может быть смердом смерды тоже не поймут людину людина не поймет человека человек не поймет оса ну человек то поймет оса ну уровень знаний ниже поэтому разные вот это шоу индусов они называются забыл их не термины шудры там как они там у них тоже я перечислил но только в на индусском языке есть это брахманы и так далее доказывать никому ничего не собираюсь у меня не даже рубить бы живым еще думать не это чтобы кому-то что-то доказать я и так стараюсь это максимально выкладывать те знания которые не отдаются в открытом виде и быстренько озвучивать и записывать сейчас недавно возобновление ссср как относится у меня вчера сергей тарасов это вербовал к себе это ну не знаю смотрел ты этот ролик или нет вот это скептически отношусь и сейчас еще больше скептически начал относиться это после вербовки я говорю так что невозможно в концлагере чтобы один барак отдельно и отсоединился и сказал мы будем советский союз этот барак находится на территории огромного концлагеря и когда сконслагерь живет по одним порядком это нонсенс либо всю ячейку надо освобождать от оккупации либо вообще ничего не делать сделать как китайцы или индусы индусы сидят медитируют китайцы сидят на берегу и смотрят как как события сами по себе изменится все ну я как говорится это все равно буду продолжать делать потому что не просто разорвет от тех знаний которые мне постоянно приходят и мне их надо постоянно озвучивать постоянно да это приятно я горжусь этой работой где смог на пальцах это объяснить это истинное положение вещей а вот так ты смотришь от трехлебов говорил да вот мне там сила ночи сила дня все единая фигня бога славь мне черта не днемит ну я не говорю что там выше там ну вот я просто придерживаюсь на самом деле знаешь какое вам мое мировоззрение что люди получают все эти страдания которые заслужили на самом деле и что нам плохо это не от того что мы не от того что нас оккупировали там и так далее но и из-за этого конечно тоже но главное это от того что мы разучились любить разучились заботиться там друг о другом что нет любви что мы как бы звери нас оккупировали эти звери эти нелюбие начинают превращать нас в таких же подобных себе а мы превращаемся мы даем себе превращать себя и мы получается на самом деле виноваты в том что мы себе позволяем с собой так обращаться нет я все-таки склонен больше к тому что это всего лишь компьютерная игра наше тело виртуальные очки мы славяне по своей природы классические фермеры которые исключительно занимаются созданием чего бы то ни было вот в нашу соту проникли противник в этой игре то есть в основном компьютерных играх есть две фракции светлые темные и получается что мы просто проигрываем но выиграть все равно нам нужно потому что мы то в эту игру пришли не для того чтобы фигней заниматься на а наоборот выиграть и вернуть тот рай который был в нашей соте еще сравнительно недавно еще но по моим подсчетам до 7 40 тысяч лет назад здесь был самый настоящий рай то есть летающие тарелки летали между сотами люди были радушные светлые очень хорошо про рай нашей соте описано в летописях страны ариев хотя и как говорится как я всегда говорю на любом на любого светлого сильного не всегда спрашивают а почему же наши предки если вы говорите такие были умные сильные почему они проиграли темным да потому что темный всегда играет не по правилам они всегда знаешь как в соседнюю локацию в игре приходят ганкеры начинают не прокачанных этих маленьких первого уровня лупасить это я добавлю человека это мой друг он не очень хорошо помогает я думаю не помешает это тоже с украины ты надеюсь не против хороший человек это положительные о макс это артем я с артемом только познакомился артем это макс я уже замечательно сейчас просто в россии обитаем пока что макс эфир смотрел под конец уже эфир пришел домой отлично вообще классно добиваюсь тебя что добавили я хочу тебя тоже там потому что твой срач уже начнется да я увидел выступление Вячеслава когда ты там был конечно и посмеялся немножко ну от того что на самом деле во первых публика такая знаешь как будто дети неужели нельзя воспринимать немножко посерьезнее да вот эти знания начинают как в детском саде приходит ребенок они давай отличный пример отличный пример Артем ты очень смелый с тем что вот эти знания не боишься осуждение каких-то кто-то там будет прикалываться хотя на самом деле знающие люди понимают серьезность в двух словах Макс я наверное не пойду в эту конференцию если он завтра позовет присоединюсь я лучше с Артемом своим новым знакомым хорошим пообщаюсь ты если не против с тобой я посмотрел что там какой контингент это надо опять орать а я сегодня в хорошем расположении духа эфир если все будет хорошо залью на свой канал потому что эфир появился бомба получился бомбовский еще раз озвучу может ты не слышал что не слышал Макс ты не попал в ролики почему этот эфир получился то что ты видел у Гудмана? да 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 нет я даже не в курсе я так понял что ты собрал да я провел работу обзвонил отписал всем кто был в эфире один правда парень не попал Владимир и вот этот эфир был моим старанием так сказать и намерением был создан вот поэтому думаю дальше будут эфиры ну вот я Артему сейчас расскажу после чего Артем пока что сказал по поводу того что там срач и все остальное Слава же сам прекрасно все слова я уже сколько раз разговаривал на эту тему когда он приходит на струнбэй это так можно сказать смеясь донести информацию потому что там более такая комедия делает у Славы есть очень много да очень полезных хороших эфиров вот буду нам даже участвовать хорошую информацию доносит все воспринимается но здесь информация не воспринимается вроде бы да так просто посмеяться посидеть Слава тоже не против просто так вот так ну и ассоциируем да извини макс с пожарным который входит в горящий дом чтобы найти какой-нибудь выжившего человека на институт б я прихожу в это горящий дом где происходит всякий безлот что благодаря моим стараниям может кто-то один проснется и вынести из горящего дома хотя бы одного человека это уже подвиг ну вот так Слав хорошо общайтесь вам будет интересно пообщаться мы со словами очень часто общаемся да да спасибо мы друг друга уже знаем да да все хорошо мы начали общаться да он отключается ну ты тоже макс подключайся ну как бы если что да хорошо не вы пообщайтесь да тебе Артем будет очень интересно с вами он очень хорошие вещи говорит и правильные вещи как мальчик и ребенок сегодня был доволен знаешь как ему грузку дали да я думаю потому что я не буду вам мешать потому что я знаю насколько это важно говорить с человеком хорошо удачи вам спасибо все до созвончика да Макс пока пока вот ну поэтому да то есть вот как бы вот это вот я с тобой согласен все вот ну добро должно быть с пулаками и лапки если там кто-то нам будет какать на голову и нам сидеть спокойно это ну неправильно нужно как бы делать все что в наших силах я с этим согласен но с вот этой теорией что у бога есть две руки левая и правая и что демоны это бравые солдаты бога ну опять же со слов трехлёдов а ты не согласен ну правильно он просто с богами то сложность люди вообще не имеют представление что ты какой какой что такое боги какого порядка дело в том что в нашей огромной вселенной даже на которую нам разум позволит раскрыться есть как минимум миллион ступеней и на каждой этой ступени находится по миллиону богов это грубо говоря это наши земные век это наши земные каких он богов имеет те которые в первом классе или те которые в миллионном классе учатся да я могу допустить он говорил что демоны высокой иерархии что они как бы понимают что они работают на высшую силу на волю творца и что на самом деле все по воле бога так высокая иерархия может в масштабах нашей соты или может нашей планеты а есть иерархии на которых наша планета находится скажем так в каком-то пчелином улей и пасечник даже и представление не имеет что там какая-то жизнь хороший пример с американским мультиком про слона где он с цветком носится и пытается объяснить что там жизнь там мир не надо этот цветок растоптать потому что там люди они погибнут матрица в матрице то есть наша планета поместится на кисти бога этот бог находится на планете которая в свою очередь опять же помещается на кисть бога и так до бесконечности но где-то там все-таки змея проглатывает свой хвост где-то там далеко то есть все замочек заклюпывается все полностью зацикливается ну смысл нам бы с нашей соты разобраться зачем лезть туда в те высшие слои атмосферы назовем условно если люди даже не понимают что на физическом уровне можно пересечь антарктическую стену и оказаться абсолютно в новой ячейке ну естественно там не каждого пропустят допустим насколько мне известно у меня как бы это абонемент то есть я могу на физическом уровне это шарится тудой-сюдой то есть я и здесь буду рад и там буду рад вот а если человек придет с грязной душой к барьеру ну они не любят уничтожать они сотрут памят и развернут и он будет сидеть дома за компьютером и даже не вспомнит что он возле барьера был и когда кричат мне вот покажи экспедиция да вы как говорится кто такие что у вас за душа что у вас за мысли какая вам экспедиция я вас приведу вам всю память сотрудны и потом вы опять будете в эфире говорить никакой экспедиции не было котлерову стену нам никакую не показывал ну смешные люди для начала хотя бы человек ну или людьми станьте это человеками а потом уже говорите между это я как бы понимаю что возможно на запись пойдет и поэтому так вот возмущаюсь и переспрошу у тебя как это как тебе удобнее мой голос оставить тебя в конференции оставить я не против если ты хочешь ну да может быть я даже может целиком я практически никогда не выкладываю может какие-то фрагменты интересные вопросы это озвучу ну вот это ну запишу ну приблизительно классные ролики вот мне понравилась у тебя вот луна да с соседней сорт и вот солнце да что там было солнце появлялось вообще на нашей сорт находила это как бы ну классные ролики которые действительно заставляют задуматься на самом деле оно шум на самом деле оно так и должно быть если бы доверять им публиции ну вот я вот в двух словах это может монтирует этот видеоряд так удачно я удалось разобрать значит в последнем ролике который пока к сожалению недоступен но чувствую что Сережа Тарасов не понимает что интернет это такая фигня если он мне попросил спустя почти там 16 часов чтобы я удалил ролики два последних с канала то большая вероятность что они уже расползлись потому что есть люди которые коллекционируют мои луна дала ответ то есть они буквально у них там на телефон если там грубо говоря будильник у Котлярова на канале появился ролик и он его скачивает и да да они так и пишут они говорят это Вячеслав это мы поэтому если Сережа это в записи услышит и он должен понимать что я сделал то что он попросил я их удалил со своего канала но это не значит что они удалены из пространства интернета ну вот я не знал что у вас там уже Серега это Сологодна да 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 какие то у вас там уже ну он огорчился что я его не предупредил в принципе я то знал всегда что все знают что я пишу и я честно говоря я даже не думаю что он там такое страшного сказал в ролике но дело в том что он меня агитировал в Советский Союз чтобы я ну как бы присоединился к команде а после его такое ну негодование что зачем я это выложил где он меня агитирует теперь я крепко призадумался а если ваш Советский Союз который вы строите чистый почему тогда не должно быть прозрачная информация об этом Советском Союзе почему мы должны скрывать те или иные моменты честно говоря мы там в ролике очень много наговорили разных вещей я не знаю за какую он конкретно переживает но в любом случае ролики утеряны и скорее всего они уже начинают тиражироваться в интернете ну как бы понятно да тебя с твоей стороны можно понять а его с его стороны у тебя одно мирозрение а у него другое видишь вот он может ну как бы не хотел этого да причем я очень корректно поступил ну ладно сам могу сказать я знаю Слава что ты пишешь ролики все выкладываешь поэтому вот это вот ну да ну все равно совесть меня мучает не знаю конечно мучает если она если ты человек она должна мучить но опять же ну я считаю сильно не надо то что делаем сделаем я может даже знаешь скажу это но это не совсем удачное оправдание есть у Сергея ролик где он был в Краснодаре где он зрителям рассказывает что я алкоголик я может тоже не давал разрешение меня высмеивать да вот то есть у каждого ну каждый по своему неправда и поэтому может ему как бы даже темные силы либо светлые силы не важно каким образом как бы карму восстанавливать может быть там глаз за глаз ну я больше приверженник того что делает что должно там что будь будь что будет потому что чем больше мы начинаем вот эти высшие материи углубляться тем мы отрывая отрываемся от земли плане именно пониманию зачем лезть в космос и как я говорю изучать из чего сделано солнце лампочка и ковырять как говорится купол зачем когда надо разобраться хотя бы со своим внутренним миром когда человек самостоятельно начинает разбираться своим внутренним миром и становиться на просветление плане интеллекта и души ему не нужны будут уже доказательства он сам без особого труда плюс до того что и экскурсию проведут на луну но в физическом теле это крайне редко бывает в исключительных случаях когда тело в человеческом теле на луну это вообще крайне редко вот бывает ну хотя бы так бывает это вы 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 Продолжение следует...